Так, готова. Запись пошла. Ну что, я всех приветствую сегодня на посленовогоднем прямом эфире. В этом году первый раз я выхожу в эфир. Всех поздравляю с прошлой праздниками. Тут у нас сейчас вроде какие-то тоже дни идут, сечельник или что-то там. Я уже не сильно разбираюсь, но было недавно крещение. Надеюсь, вы там что-то сделали важное. Сегодня у нас, кратко скажу, что будет. Думаю, что в час мы уложимся, примерно до 20.00 прямой эфир, так что не сильно долго. Чтобы вас не напрягать, тема сегодняшнего эфира. Сильно тему я не определяла, потому что подумала, что так будет лучше. Как пойдет, так пойдет. Но так или иначе, сегодня тема эта проявилась в общении с одним человеком. Я хочу рассказать, затронуть тему, почему же все-таки надо настраивать пространство, зачем же все-таки нужно в этом разбираться, в чем тут главная идея для моей жизни, вообще какая польза. Ну там все это делают, это как вроде модно и так далее. Вот об этом я расскажу, немножко расскажу о будущем обучающем курсе, потому что периодически вопросы пишут. И каждому я всегда объясняю это отдельно. И будет еще одна интересная информация, которая, в общем-то, эксклюзивная информация. Вы узнаете об этом первыми. Вот сегодняшние зрители прямого эфира, участники. Эта информация новая, абсолютно свежая, но хорошая. Вам понравится. Ну и я отвечу на несколько вопросов в конце обязательно. Как без этого? Так, сейчас проверю микрофоны, чтобы у всех были включены. Если вдруг в процессе прямого эфира я кого-то не увижу, не включен будет микрофон, напишите, пожалуйста, в чате, я включу. Ну что, сегодня тема родилась сама собой. Был у нас разговор с одним человеком. Я в процессе поняла, что, скорее всего, этот момент нужно еще раз проговорить. Может быть, более, ну, как сказать, точно собрать его в единую картинку. Зачем же вообще нужно? Что там понимать, где вы там живете? Что там за пространство? Настраивать его? Зачем? С одной стороны, чуть-чуть вы это тоже уже понимаете. Может быть, не чуть-чуть. Но я думаю, что сегодня я еще добавлю в это уже ваше собственное понимание. Почему я лично этим занимаюсь и продолжаю этим заниматься, и еще буду этим заниматься, наверное, много лет, я тоже объясню. Вот. Поэтому я думаю, что это объяснение, оно в многие моменты расставит тоже на свои места. Я за то, чтобы мы больше начинали осознавать эту жизнь, нежели брали под карандаш, что сделать. Ну, это не слишком сложная задача. Иди-пойди туда, затри девять земель, возьми там что-то, вернись сюда, выпей это, и будет тебе счастье. Казалось бы, вроде бы, вот она методика, инструкция, иди доделай, и будет тебе счастье. Но, как показала практика нашей жизни, а теперь у нас уже есть некоторый уже наработанный статистический опыт, вот, на самом деле все так. Вот пошел туда, взял это, положил, и вот тебе чудеса сотворились. В целом чудеса сотворяются, это точно, сто процентов я в этом убеждена. Но эти чудеса, естественно, мы творим с вами сами, в большей степени сами. Ну, или являемся проводниками этих чудес. То есть, но тем не менее, нафига, говоря русским языком, мы должны что-то в пространствах изучать, там, что-то понимать. Вы же задаете вопросы, там, Юля, а вот есть ли вот такой-то блок, а вот есть ли так, тогда по-любому я вижу, что вы уже люди опытные. Вы уже посмотрели информацию, все знаете, видео мы посмотрели. И все-таки я убеждена, что на нашем пути психоэмоционально-духовного, финансового и так далее, интеллектуального прогресса, который сейчас наблюдается, и активно это все происходит, обратили вы наверняка внимание везде, со всех YouTube-каналов отовсюду и всяких там соцсетей, говорят о совершенствовании жизни. И это очень хорошо, это очень круто. Потому что, наконец-то, наше общее ментальное сознание, общее, так скажем, как это называется, в общем, общее сознание привело нас к тому, что у нас возник внутри интерес познать смысл этой жизни и вообще понять жизнь из себя внутри этой жизни. И вот для меня психология пространства и гармоничная архитектура, заметьте, я нечасто говорю слово васту, потому что изучая, чем больше изучаю васту, тем больше понимаю, что васту — это архитектура для храмов и дворцов, которые сейчас адаптированы под жилое строение. Только сейчас мы начинаем видеть, как на самом деле реально можно применять эти правила и принципы для жилых пространств, зданий, строений, сооружений. И в большей степени тут уже симбиоз случился, поэтому я тут все отовсюду и все на свете васту не называю. Считаю это по-честному. Васту говорится, васту сказала, васту считается, это все как будто бы васту. Но на самом деле это все, в общем-то, психология пространства и гармоничная архитектура в моем понимании, потому что здесь очень много, совершенно не из архитектуры, а больше из психологии, астрологии, нумерологии и вот этой симологии. И, конечно же, много очень от того, как мы это поняли. Соответственно, в наш век, когда мы все хотим знать, все понимать, зачем мы тут живем, в чем смысл нашей жизни, появляются разные-разные инструменты, разные науки или там псевдонауки, или там поднауки, которые помогают нам, действительно, многие помогают, некоторые помогают нам заблуждаться, некоторые помогают нам осознавать смысл жизни, но все-таки есть такие инструменты. Для меня инструмент психологии пространства и гармоничная архитектура, это как наука, ну такая, психология архитектуры как таковая, это не совсем про то, но вот тем не менее, да, в моем исполнении это про то, что я сегодня хочу раскрыть. Почему? Мне это все-таки интересно, я очень рекомендую тем, кто слушает, смотрит на меня, тоже углубляться и изучать эту тему. Почему? Потому что, сейчас начинаю объяснять, долго подводка была. На самом деле, вот столько времени изучаю, вот уже 12 лет, 13-й год пошел, сколько я изучаю наука Вастушастра во всех ее гранях, да, я стала замечать, проведя более тысячи консультаций, многие закономерности, о которых я, в принципе, повествую достаточно объемно в YouTube, здесь, я стала замечать самую главную закономерность. Так как я все-таки психолог, и даже не столько по корочкам, но и по корочкам тоже в том числе, сколько по душе, да, я просто, ну, где-то в душе понимаю мудрость некоторую, вот для меня это главная методика. Ни Хейлингер, там, ни, там, и все сни, и же сними психологи, не они мне подсказывают, я в большей степени вот из сердца, да, понимаю, как психологически устроен сознание человека. И именно поэтому стала заниматься пространством и увидела закономерности того, что то место, где мы с вами живем, какие бы там блоги ни были, на самом деле является, хочу сакцентировать сегодня на этом моменте, является проекцией нашего ума в первую очередь и в очень-очень-очень большой объемную очередь. Удивительным образом наш ум, такая вот, ну, так будем называть настройка в нашем теле, допустим, наше тело, это как некая операционная система, это такая программа, это программа, которая в большей степени, наверное, я бы не сказала, что это операционная система, но это очень главная программа, пока даже не могу представить, с чем ее сравнить, которая определяет выполнение операционной системы разных функций. Вот, почему ум и почему проекция ума? Сейчас объясню. На самом деле, любая психология, любые психологи, кто бы они ни были, профессионалы, начинающие и так далее, в основном все мы работаем с впечатлениями ума, впечатлениями ума, вот это важно, обратите на это внимание, сейчас запомните, все, что мы сейчас в жизни себя какую видим, понимаем, представляем, это наши впечатления ума, когда-то получены, чаще всего получены и когда-то, даже не в текущий момент, что, собственно говоря, как раз грустно. Вот, получается, что у нас ума, почему-то, уму дана такая вот очень важная, главенствующая функция в восприятии этого мира, почему, с чего бы вдруг, когда здесь такая сложная многогранная структура личности, где там есть душа, тело, эго, ум, разум, тонкое тело, там разные тела, казуальные, мануальные, всякое разное, такая огромная структура, и тут оба на, и ум рулит все. Я объясню, почему. Ну, для меня несколько факторов. Во-первых, ум, это как раз тот самый, ну, допустим, назовем его орган, тот самый орган, который связан с чувствами в нашем теле, он единственный, с чувствами. А чувства, чувства это то, что, ну, так скажем, эти аппараты, органы чувств и чувства, они помогают нам воспринимать реальность в теле нашем, которые, ну, сформированы в теле. То есть мы, как души, помещаем себя в тело, тело определенным образом, как локатор, да, настроено, и чувства это главная настройка, через которую мы этот мир понимаем, чувствуем, осязаем, видим, сознаем, воняем и так далее. Вот. И в этой настройке, вот как, знаете, как часы, да, вот эта шестеренка чувств, чувства, эмоции, ощущения, вернее, чувства именно, чувства, эмоции это нечто более объемное, да, любовь это эмоция, а чувства это что-то такое быстрое, да, о, вспышка, вот. Они связаны в сцепке с умом. Разум немножко на отдалении находится, разум, вот. То есть фактически из размышляющих историй это ум и разум у нас основные, да, дальше тело это чувствующая часть, душа это осознающая часть. И вот чувствует наше тело какими-то органами чувств, пять органов чувств. Эта информация через тонкую, через тонкую вибрацию, эмоциональное тонкое тело наше передаётся уму, и ум обрабатывает информацию и делает выводы. И очень часто выводы, сделанные когда-то, давным-давно, являются для ума панацеей. То есть он однажды сделал, выводы и панацея чаще всего не ставит. Например, почему все методики по работе с детством, да, с травмами детства, они рабочие? Именно потому, что именно тогда, в детстве, ум, когда ещё разум у нас, он разум включается где-то после семи лет, когда разум ещё не пробудился так активно, чтобы уже фильтровать, да, что-то научиться фильтровать, вредно, полезно. Ум у нас главенствует. И именно вот в этот период, пока разум в спящей позиции находится, закладываются основные впечатления. Тут никто, никто, уму не мешает впечатляться этим миром и создавать свои выводы относительно его впечатлений. И, соответственно, если вдруг там нас каким-то образом в детстве что-то впечатлило, там, родители нас били, нас это впечатлило, ум запомнил это, и запомнил как некую истину, и дальше в своей жизни он всё делает для того, чтобы эту истину подтверждать постоянно. Мы в итоге, получается, что какие-то раненые личности у нас выходят, и вот мы везде ищем эти побои женщины, побои мужчины тоже начинают бить там женщину. Ну, допустим, я сейчас такую неприятную историю возьму. Это лишь впечатление ума. И глобально вот то, что мы видим с вами, то место, где мы живём, это глобальное впечатление ума. Впечатление. Обратите внимание. Но это не истина. И вот здесь вот самая главная суть. Впечатление истины – это не одно и то же. Соответственно, если впечатление – это просто вспышка эмоций, по поводу которого сделаны определённые выводы ума, вот эта самая история, она не очень часто не является истиной, и она легко может меняться. И именно поэтому коррекция, она помогает нам это всё дело изменить. Осознаём мы этого или не осознаём. И тогда получается, когда мы смотрим с вами на пространство, видим там какие-то блоки, что-то у нас негармоничное, туалет куда-то не туда попал, что-то там вырезано, например, не по сторонам света, допустим, строение стоит, сильно отклонено, в окружении нашего дома какие-то ситуации не очень, как нам описывают всякие источники приятные. Тогда, соответственно, мы понимаем, что вот такая версия ума, вот такая версия имеет место быть. Так мы о себе сами о себе думаем. И это ещё один важный момент, на который я хочу сегодня сделать акцент. Так мы сами о себе думаем. Так вот представьте, то, что вы сами о себе думаете, думали, кстати, когда-то, а сейчас уже вроде бы по-другому думаете, но вот это вот старое впечатление, очень мощное впечатление ума, которое запечатлилось, неподставленное под сомнение разуму, потому что разум ещё спал. Вот оно как раз, то, что мы о себе думаем, оно было создано нашим же умом, нами же с вами фактически. Но я так немножечко упрощаю, потому что на самом деле всё гораздо объёмнее, но это не в контексте прямого эфира. В принципе, суть та же. Вот, соответственно, если когда-то какое-то впечатление запечатлелось как некая истина в моей жизни, то почему бы этот механизм всё ещё не использовать для создания новых впечатлений о самом себе? И здесь вот выступает очень важный, проявляется очень важный момент, почему я очень часто, наверное, сейчас режу, на Ютубе снимаю, что вот не верьте тому, кто вам говорит, что вот у вас всё плохо, не верьте этому. Я сейчас объясняю, почему вот я уже начала это объяснять в том числе. Потому что на самом деле это всего лишь, всего лишь впечатление вашего ума, на основании которого вы живёте. То есть глобально бьёт, значит, любит, это просто впечатление, которое, да, оно подтверждено в событиях какие-то, конечно. У ума есть факты, он скажет, извини, это факт, а что не факт, это как-то может спорить с фактом. Да, в моменте, в том моменте это действительно был факт, и он как вроде даже не подлежит сомнению, но тем не менее, этот факт уже давно-давно не факт. И нашему уму нужно задать новые маршруты, новые маршруты, новые впечатления. Соответственно, ум, так как он отвечает, за него отвечает, даже не знаю, как там слово правильно отвечает, не отвечает, но происхождение, да, ума, природа происхождения ума из энергии благости, у нас три энергии, страсть, благость, невежество. Благость – самая объёмная энергия. Именно ум, тот, который желает, именно ум, тот, который получает впечатление, такая у него настройка, он за это отвечает, а этим, в общем-то, заведует. Так настроена система нашего тела, психоэмоционального и всякого разного. Соответственно, ум, произошедшая с благостью, он пожелал, то есть наша душа, возымев желание, естественным образом, как это сейчас сказать, прям в процессе, ну, то есть само творение запустилось, то есть тот, кто желает, тот и танцует, да, это ум. Функция ума, ну, так уж распределилась, я не помню себя в роли творца, к сожалению, пока что, и не помню, почему именно уму эту функцию дали, но дали ему уму эту функцию, сейчас он просто как факт это принимает. Вот, соответственно, вот он желает, вот он получает, вот он ощущает, делает выводы. Соответственно, эти выводы, как впечатления, ложатся там на сердце на наше, мы основываемся на этом и думаем, что вот так вот в жизни и должно происходить, как вот, ну, вот, как предписано, как говорится. А это не предписано, это всего лишь впечатление ума. Соответственно, когда человек уходит в терапию, например, или к какому-то психологу, просто приходит на консультацию, то первое, что происходит, происходит разговор психолога с умом этого человека. И вот этот ум наш, наш любимый, дорогой, вот такой чудесный, с которым подружишься и становишься прямо вообще асом в своей жизни. И он начинает водить своим маршрутами, вот у меня вот так вот было, а вот так вот со мной произошло, а вот такое вот чувство я испытал, и он начинает водить, 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 водить. И на самом деле в этих дебрях ума можно запутаться. Можно запутаться и заплутать, и вообще не найти выхода. И вот можно сказать даже посвятить свою жизнь, чтобы разобраться в этих дебрях ума. Но я лично за то, чтобы не тратить жизнь на вот это вот странное действие, разбираться в дебрях ума, он сколько угодно вам, как сказочник, может рассказывать всю эту историю. Да, это всё мы, конечно, я понимаю, но я с любовью к уму всё-таки, с уважением к его вот этому потенциалу большому. Ну, я как раз его потенциалы буду использовать, вот к чему я веду. Вот, и мы, получается, что с вами вот можем ходить по этим терапевтам, вот у нас одна дебря разобралась, другая дебря разобралась, а ещё миллиард осталось. И вот так вот живёшь вот этой вот запутанности, ничего не понимаешь. Вроде бы тут полегчало, тут полегчало, и, казалось бы, эти дебри уже не хочется разбирать. Но для меня лично, мне очень жалко свою жизнь, вот я такой человек, я от себя вещаю, поэтому вот говорю, как я считаю. Мне очень жалко тратить время на то, чтобы разбираться в дебрях ума, потому что я считаю, что это вообще не стоит это вообще играть с речей совершенно. И именно для этого, или поэтому, приходит понимание того, что вот, может быть, есть смысл понять проекцию ума и откорректировать её так, как мне нужно, с учётом правил. Ну да, есть какие-то правила, но уже их поняли. Ну какие-то, может быть, вы не поняли. Ещё не поняли, ну поймёте. Вот я беру дом, квартиру, схему, составляю схему, у вас тут схема вся необходимая, и смотрю, какие дебри ума у меня произошли. То есть что я себе о себе напридумывала. Может быть, даже основываясь на фактах. Почему говорю напридумывала? Потому что очень часто, с учётом времени, мы-то поменялись, а вот эти настройки у нас остались старыми. Буквально вот пример сейчас. Вчера мы были с мужем, сходили развеяться на остановки, родовые остановки. И там был мужчина, он заявился, как у него запрос был, вернусь во взрослую позицию, у него очень сильная связь с мамой, маленькая связь, плохая связь с отцом, и он уже взрослый, он уже бородой. Но у него впечатление с детства, что не может против мамы пойти, мама не очень к папе относится, и вроде как он с отцом строить отношения не может, и его это гнетёт и так далее. Но когда расстановка прошла, и всё решение пришло, и он всё увидел, как все эти взаимосвязи, своего ума опять же, да, это то же самое, результат расстановки, это анализ вашего пространства. Тот же самый смысл. Он это увидел, и что дальше случилось? Его ум в это не поверил. Я так интересно это сидела, наблюдала вчера прямо для меня. Это было как инструмент для того, чтобы сегодня прямой эфир тоже вам рассказать. Не инструмент, а пример. Вот. И что произошло? Ум, так как ум пока ещё не поверил, и сейчас я расскажу, как на него влиять, потому что, ну, опять же, надо на это влиять, мы к этому подойдём. У меня несколько этапов, да, моего рассказа. И, соответственно, если ум не поверил, то он начинает водить вас старыми маршрутами. Да как я пойду к папе? Там уже в расстановке мама разрешила, иди к нему, всё, отстань, отстань от меня, у меня своя жизнь, отвали. А он начинает говорить, мама же, а вдруг она вот, она как-то низкая, мне кажется, говорила, а вот, а вдруг нельзя ещё всё ещё, а вдруг вот она обидится, а вдруг вот это. И на самом деле, не умоляя способностей и талантов этого человека, я просто увидела, как действует ум. Пока ум не получил новое впечатление, для него основой является старое впечатление. И поэтому все эти психотерапевтические инструменты, включая всех, не обязательно психологов, пастрологов и всех-всех-всех, они как раз работают, начинают работать с момента, когда ум поверил, что с ним что-то другое может произойти в этой жизни. Что здесь хорошо с точки зрения пространства? Как раз хорошо через пространство можно понять, что думает на данный момент ум, потому что разобраться в дебрях, опять же, многолетней терапии, не каждый может себе позволить так роскошно распорядиться своим временем жизни, потратив его на разбор вот этих дебрей, зачем спрашивается, непонятно, когда мы просто можем увидеть, знаете, такой стоп-кадр сегодняшнего момента, ну вот как схема вашей квартиры, стоп-кадр сегодняшнего момента, и его просто разобрать на запчасти, мало ли что там было до, неизвестно, куда вы приедете после, неизвестно, где вы жили до этого, вот просто в текущий момент, что в текущий момент вот естественным образом определяет ваш взгляд на жизнь, ваши маршруты, ваше восприятие и так далее, ваш потенциал или отсутствие потенциала. Вот стоп-кадр мы делаем, видим пространство наше, смотрим там, какие есть там блоки, как их можно понимать, ну, допустим, мы с вами понимаем это или учимся понимать, вот, и тогда мы понимаем, что вот у моего ума было такое-то впечатление, оно запечатлилось, соответственно, это впечатление привело меня вот в точку B, сегодняшнюю точку B. но так как ум – это такая впечатляющаяся субстанция, ему, в принципе, без разницы, чем впечатляться, да, он готов впечатлиться и новой историей, но только мы должны это себе, ну, разрешить впечатлиться новой историей. Поверьте, ум, он очень гибкий, я начала говорить энергия благости, энергия первоэлемента – вода. Вода, она очень гибкая, она легко заполняет любую форму, вот возьмите воду и в любую форму налейте, она ее сразу заполнит, огибая все ее там, ну, вот эти вот, ну, там, не знаю, изгибы, вот. Вот это примерно как структура ума выглядит, да, на материальном уровне. Он очень гибкий. Если ему задать новые границы, новые ориентиры, он очень гибко туда вписывается, особенно если это будет наполнено впечатлением. Вот это как еще тоже функция, ну, функция, сравнение ума, его часто сравнивают с ребенком, да, если у ребенка что-то вы хотите забрать, то предложите ему что-то взамен, иначе он вам не отдаст или закатит нехилую истерику. Вот, и поэтому очень часто, когда мы пытаемся себя чем, чем, как там сказать, чего-то лишить, вот так, чего-то себя лишить, то очень часто это у нас не получается, либо на короткое время. Именно поэтому, что мы ничего взамен лучшего не предложили. Это очень важно. Отсюда, кстати, тема диет. Ну, это уже другой канал у меня, «Психология Монады», я там расскажу. Почему диеты-то не работают. Вот, соответственно, когда мы понимаем, что вот у нас такое впечатление, о нас самих мы так, а сами о себе думаем, то мы понимаем, что это просто некое впечатление, которое сегодня, как результат, имеет материализацию некую. Соответственно, мы это можем спокойно менять, потому что впечатление, это такая штука, она не имеет ни время, ни место, ни обстоятельств. Она всегда, ну, пластична, эта история. Если у меня появилось новое впечатление, я этому новому впечатлению, как это сказать, дал другое понимание, то есть, не знаю, как-то немножко некорректно, наверное. Ну, в общем, как-то по-иному я посмотрела на эту ситуацию, почему еще процессы теоретически работают, по-иному посмотреть, да, на ситуацию, то впечатление начинает меняться, и ум, он очень гибкий, он говорит, ну, окей, окей, ладно, ладно, все. Если нам больше не нравится страдание, нам больше нравится, там, не знаю, счастье и радость, что-то позитивное, эмоциональное расширение, познание себя, окей, мне главное, ну, чем-то наслаждаться. И это действительно так. Ну, я так считаю. Он действительно, ему лишь бы впечатляться, неважно чем. Если вы его ничем новым не впечатляете, он не впечатляет, он будет вас водить старыми протаренными дорожками. Он так себе уже все впечатлился, он уже там все знает, и он будет ходить туда, ему на самом деле часто страшновато менять маршруты, поэтому здесь нужна некоторая поддержка. Соответственно, на пространство мы, когда понимаем, что это просто проекция нашего ума, наше впечатление о самом себе, которое, конечно, немножко зашифрованное такое, единственное, что нужно научиться расшифровывать, но уже некоторые из вас хорошо это умеют, некоторые учатся распознавать. Соответственно, вот эту всю историю мы когда понимаем, что это лишь впечатление ума, то автоматически равно мы понимаем, что это не фатальная история, здесь нет ничего, что не меняется, здесь нет ничего, что должно меня напугать, здесь нет ничего, что должно меня, то есть, ну, как сказать, разочаровать, или что там обычно происходит, когда начинаешь узнавать о том, что, ой, у меня сектор женского счастья выразил, да вот же, вот что же такое, но на самом деле, на самом деле ум, он может вас повезти теми маршрутами, которые мы уже ходили, а может не повезти, это вам решать. И в моменте, когда вы знакомитесь с собой, происходит вот очень важное такое, через пространство, например, да, очень важное, по-моему, один из самых главных вот этих пусковых моментов, когда вы знакомитесь с собой, принимая то, как это есть сейчас, осознавая, что это все можно менять, ваш внутренний мир, в том числе и ум, да, он успокаивается, он приходит в состояние, ну, окей, ладно, окей, ладно, все, вот это так случилось, но это не фатально, с умом же можно договариваться, это просто выбор такой, который мы с тобой делали до сегодняшнего момента, но дальше нас никто не ограничивает выбрать иную версию себя, улучшенную, ну, улучшенную, кто как выбирает, в зависимости от, событий жизни, я за то, чтобы выбирать лучшую версию, и в принципе, даже если вы какие-то вещи даже и не поняли, даже не осознали, как вот я сейчас, да, вот это нужно осознать, тут можно себя понять, все равно, задавая внутри вашего внутреннего мира, в виде квартиры, например, новые маршруты, даже вот просто перестановкой мебели хотя бы, просто новые маршруты, тело, вот вы ходите по-другому теперь, вы теперь не ходите, например, не складывайте в северный шкаф вещи, там, баррикаду эту не выстраивайте, вы ее освободили, представьте в шкаф, например, зону оттока в южную стену, например, вдоль южной стене, ее загружайте, создавая себе, не китыл такой, все, вы создаете новый маршрут, и новый маршрут, он начнет запоминать по-другому, вернее, не то, что начнет, он автоматически перестроится, когда ему даны новые маршруты, с ним больше никто по старым дорогам не ходит, его взяли за руку, как ребенка, и говорят, мы сейчас идем новыми, более веселыми дорогами, товарищ, и все, идем, и вот они коррекции, соответственно, когда вы задаете новые маршруты, вы создаете новые впечатления для ума, здесь было, допустим, я не знаю, там в секторе здоровья была черная мебель, там коричневые стены, ну, допустим, возьмем один из секторов здоровья, солнце, раз вы высветлили этот сектор, задали новые вибрационные волны, запустили, потому что свет, это же тоже вибрационная волна, которая определенным образом просто считывается, образом, считывается нашими зрителями нервами, ну, вот этим всяким колбочками, всякими делами, вот, и, соответственно, ум, как очень гибкая, очень гибкая структура, в этом как раз фишка всех, всех изменений, что он очень гибкий, если раз он более такой, ну, как бы жесткий, то ум очень-очень гибкий, вот, ну, и первый элемент вода, собственно, такой очень гибкий элемент, вот, и он вполне соглашается с новой, более лучшей историей, и он начинает впечатляться более интересными версиями, и даже, если мы до конца с вами не разберемся, как именно он впечатляется, с чего вдруг он начнет радоваться, да, вот даже это можно до конца и не понять, хотя я думаю, я разберусь в этом тоже, как и эти механизмы работают, но тем не менее, мы с вами делаем коррекцию, создаем новые маршруты, новые вибрационные поля, создаем в виде наших комнат, да, вот этих вот пространств, или саму квартиру целиком взять, автоматически ум, первое время, почему я говорю, что после коррекции может потрясти, первое время он начинает знакомиться с высоком истории, это, знаете, как ребенок заново родился, он родился, он теперь думает, так, где он, какой он язык, сейчас в какой стране родился, как его родители говорят, в таких языках начинает постепенно запоминать эти языки, начинает постепенно ходить, ну вот, для ума, да, если сравнить с ребенком, а, кстати, с ребенком, это одно из корректных сравнений, вы ему перевезли его в другую пространство, да, и он такой раз, начал с ним знакомиться, и какое-то время он может посопротивляться, покапризничать, но это просто временный эффект, хотя не у всех это происходит, некоторые люди очень гибкие умом, ой, новая, ну и класс, а некоторые, нет, там поскрипят еще немножко, и все равно это время очень сужается, когда идет работа с пространством, это нигде не написано, это просто опыт уже показывает, ну, до трех месяцев максимум, что-то там такое потрясет, ну, полгода, это прям вообще редчайшая история, но потом он соглашается с новой версией вас, это же тоже его, и его поле, да, путешествия, и начинает ходить новыми маршрутами, и вот, казалось бы, что вы там такого магического сделали, но жизнь начинает меняться, на самом деле, вот таков несложный механизм, но в то же время многоуровневый механизм, почему коллекции все работают, и почему все-таки не нужно негативно относиться к тому, как у вас пространство сработало, как, вернее, как ваш ум сработал, в какую версию себя вы себя притянули, со всей своей там судьбой, вот, все на самом деле изменимо, потому что именно в большей степени ум все эти истории, все эти дороги проложил, чего бы ему не проложить их снова, и снова, и снова, и таким образом получается, что прогресс, он вообще бесконечный, можно всегда в любой момент, что сейчас как вывод, да, в конце, выбрать другую, более лучшую версию себя, просто взять и выбрать более лучшую версию себя, вот, я за то, чтобы выбирать более лучшую версию себя, и на самом деле относиться к тому месту, где вы живете, очень уважительно, как к ребенку, который заблудился, возможно, завел вас в какие-то дебри, и вы в этих дебрях, ну, вы в это время жили, думали, ну, такова моя судьба, на самом деле, нет, это не так, вы просто на время зашли в дебри, чтобы вспомнить, что это просто дебри, и выйти из них, в более лучшую версию, и соответственно, вот коррекции, пожалуйста, и дальше идет многоуровневая коррекция, которая на самом деле несложная, вполне реализуемая, но я, если без артефактов, то вообще считаю все просто, вопрос только времени, денег и усилий, но это стоит того, потому что ведь действительно меняется судьба, ведь действительно, если вы ум поведете новой дорогой, у него будут новые впечатления, и если эта дорога солнечная, а не темная, да, вот эта вот смурная, там никого по дороге, вас больше по дороге не бьют, не унижают, не издеваются над вами, то ему эта версия тоже понравится, и он этими маршрутами начнет вас водить, тот же самый механизм, только мы с точки зрения нашей разумной части, понимая это, берем вожжи в свои руки и начинаем, какие-то особенные манипуляции, вот, соответственно, я за то, чтобы, изучать в том числе эту науку, если у вас есть какая-то версия, еще более лучше, пожалуйста, изучайте ее, я увидела, что здесь на самом деле очень быстро можно понять себя, очень быстро, достаточно точно, честно, детально, объемно, вот, и эта объемность, она прямо, ну, какой-то некий такой эффект вау, да, производит, но это только начало, соответственно, желание измениться, оно становится легко реализуемым, изменить свою жизнь легко реализуемым, потому что коррекция нереально простая, вот, а в коррекции заложены как раз секретные коды, все вот эти вот, перестановка тяжелой, тяжести, передвижение тяжелых объектов с одного сектора в другой, изменение вибрационного фона через образы, цвета, материалы, назначение помещений и так далее, извините, сейчас я, вот и все, в принципе, казалось бы, казалось бы, все очень непонятно, но на самом деле все очень понятно, вопрос только научиться понимать, вот первая часть, я такое основное сказала, я лично за то, что я не против научить вас, поэтому каждые три месяца висит дата будущего обучающего курса, сейчас 2 февраля, по набору группы, стартует группа, вот, и, соответственно, так как цена изменилась, теперь обучение трехмесячное стоит 40 тысяч в месяц, ну, 40, 41, 41, вот так, за тех, кто хочет, ну, допустим, считает, что это дороговато, есть период рассрочных 6 месяцев, тогда получается 20 тысяч в месяц, это, в принципе, у меня доступно, как и было заранее, на самом деле, вот эта группа, хочу вам открыть секрет, то, чем я завершу, прежде чем перейду к вопросам, эта группа первая и навсегда будет единственная, которая закончит уже университет, седьмой университет, буквально сейчас, в данный момент происходит подача документов, подготовка документов, уставы, всех-всех документов для того, чтобы зарегистрировать некоммерческий обучающий центр, вернее, в моем случае университет, это будет, я сейчас полное название, пока держу в секрете, университет по профессиональной переподготовке, где я буду выдавать уже реальные корочки, будет лицензия обучающая, на обучение обучающих различных всяких процессов, вот, и кто в этот курс попадет, вы будете первые, у кого-то будет диплом или удостоверение под номером один, у кого-то два, три, ну, это вот первые люди, вот, соответственно, это будет университет, университет по профессиональной переподготовке, вот, вы спокойно можете этими корочками показывать работодателям, подтверждая свою квалификационную, там, характеристику, вот, так что, если вы еще не вдохновились, вдохновитесь, вот, потому что я думаю, что после этого набора я пересмотрю обучающие процессы, и они, возможно, будут уже не такими сладострастными, как сейчас, потому что, ну, все-то, все не так просто, обучающие процессы будут, скорее всего, переписаны, поэтому успевайте, вот есть еще одна возможность у вас, вот, и тем не менее, тем не менее, я всегда приглашаю, но большое количество людей все равно взять не смогу, в этот раз, максимум до 10 человек, так что, вот, эту информацию про то, что у меня регистрируется университет, не знает никто, кроме вы, а вас, вы сейчас первые об этом узнаете, сейчас на данный момент готовятся документы, уже на следующей неделе мы подаем, документы регистрируются, некоммерческое образовательное учреждение, потом получаются лицензии, и это примерно если два, ну и все, то есть вот этот курс уже вы выйдете с корочками профессиональными, дальше в этот университет я буду приглашать преподавателей, мы будем создавать учащие курсы и разные направления, в общем, это только-только начало, вы вот теперь свидетели, это только вам, я поведу этот момент, скоро на ютубе об этом тоже узнают, но те, кто был на прямом эфире, вы знаете об этом раньше, узнали, ну в общем-то основное, что я хотела сказать, по поводу того, что я сейчас ранее сказала про умопроекцию, можете задать уточняющие вопросы, но можете задать вопросы конкретно там, вот у меня там там-то что-то, что это значит, как сделать, без проблем, на любой вопрос отвечу, сейчас еще раз проверю, микрофоны, подключу, несколько человек еще нужно, все, ну что, вот у нас получается, что сейчас 23 минуты, на то, чтобы я ответила на ваши вопросы, до 20.00, готово, пожалуйста, задавайте, может быть, что-то уточнить хотите, по вышесказанному, кто готов, если никто не готов, я буду завершать прямой эфир, тогда, на самом деле я, вот знаете, сегодня девушка одна мне написала, вернее, она вчера написала, и у нее были некоторые уточняющие вопросы, по курсу обучающим, по консультациям, у нее несколько было вопросов, и она написала мне, Юля, можно с вами лично созвониться, вот, я, конечно, написала, конечно, можно созвониться, вообще, никогда не было этих ограничений, мы созвонились, пообщались, очень мило, пообщались, познакомились, и знаете, что я хочу сказать, что на самом деле, вот, насколько я живу в этой жизни, ну, пока еще не сильно долго, дай бог долго буду жить, я заметила, что на самом деле у людей, два типа людей, на этот счет, который сейчас скажу, существует, люди, которые имеют возможности, их не берут, а люди, которые не имеют возможности, их берут, порой, вот это так, я за то, чтобы быть вот во второй категории, потому что на самом деле, когда еще есть возможности, я не беру, это очень странная история, вот, поэтому, вот, человек захотел лично со мной пообщаться, он позвонил, он написал мне, мы созвонились, пообщались, вот сейчас, хотите вы лично задать вопрос, задавайте, пожалуйста, вот сейчас, может быть, есть у вас какой-то вопрос, который вы уже перерыли весь интернет, перелопатили всю информацию, не можете найти ответ на этот вопрос, пожалуйста, можете задать его мне, даже если я друг, что очень, скорее всего, не должно быть так, не знаю на него ответ, я в любом случае его потом найду и вам отвечу, поэтому, так, я сейчас хочу посмотреть чат, потому что здесь нет, думаю, может, тут вопрос тут написал, ну что, девушки, прекрасные, так, Лена, я не включу микрофон, есть ли у вас вопросы? Ну, видимо, сегодня мне нужно освободиться пораньше, на самом деле, если вопросов нет у вас, то я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня на прямой эфир, потому что, на самом деле, по мне, та тема, которую я сегодня раскрыла, она на самом деле очень-очень объемная, здесь много всего еще можно разбираться, понимать, она очень многое ставит на свои места, почему? Я не то, чтобы, вы знаете, я не за то, чтобы только психология пространства, это лучшая наука изучать, вот для меня просто этот инструмент, он понравился, да, чей-то микрофон услышала? Наверное, будет вопрос, успевайте, а то уже практически отключаюсь, Ленара, по-моему, да, микрофон? Ой, да, здравствуйте, добрый вечер, первый раз я вот так вот задаю вопрос, знаете, я внимательно прослушала вас, и поздравляю вас с этой новостью, которую вы говорите, университет, это огромное достижение для вас, я поздравляю вас, и присоединяюсь, такое чувство, как будто вы для меня уже такое, как учитель, и я как будто причастна тоже к этому, поздравляю вас, у меня большой, у меня вопрос, знаете, я и до этого на эфирах как-то не решалась, но вот задам вопрос, вот на крышах домов устанавливают какие-то пирамиды, вот на вот этот конек, я забыла, как это называется, я потому что, ну, только погружаюсь в эту науку, и мне показалось, что вы, как архитектор, дадите более полный ответ, чем какие-то крохи, которые я нашла в интернете, но очень мало, и вот я думаю, а вот сейчас это тоже актуально, на крышах частных домов устанавливать что-то похожее на пирамиды, или еще на что-то? Гульнара, хороший вопрос, хорошо, что вы уже так осведомлены, и, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы, я для этого и собираюсь, если вы не будете задавать вопросы, я подумаю, ну, нафиг я тогда эти прямые эфиры, но я могу просто видео снять, в общем-то, сесть на свой трон, даже снять, этот момент, этот вопрос мы объемно проходим во втором модуле по проектированию, на самом деле, вот этот вопрос, он как раз из классики вас, эта история, она из классической версии, это не то, что там вот симбиоз, это именно классика, действительно, она связана с архитектурными формами, я могу объяснить, зачем эта штука нужна, конечно же, вот как я сегодня сказала в начале, что глобально вас, что применялось для храмов и дворцов, все, для жилых пространств, не применялось классическая версия вас, насколько я знаю и понимаю, вот, так как и не применялось, то фактически обычные люди, то будто, ну, черни, да, вот это вот, далеко не элита, они жили, как жили, строили, что строилось, даже вот, насколько я смогла, собирала информацию, мне не найдены памятники, архитектуры, жилых пространств построены по этим принципам, храмов дофига, даже русские храмы наши строятся по тем же самым правилам, если что, но там чуть-чуть может быть, но в основном все идентично, идентично, вот, соответственно, вот эти штучки называются, световое окно, как вариант его может называться, оно является продолжением Брамастана, либо более меньшие версии Брамастана, Брамопады, так называемые, Брамопады, это одна треть самого Брамастана, вверх поднимается над крышей, называется вот это вот световое окно шеи, а вот эта крыша сверху голова, таким образом создается проекция тела, божественного тела, ну, по принципу человеческого тела, мы же все по образу подобные всего, соответственно, считается, что когда вы делаете, строите строение, обычное строение, то вот эта вот пирамидальная крыша, которая обязательно должна быть, которая указывает некое стремление вверх, к развитию, как некий вектор, она соотносится больше, если брать его из тела, это плечи, дальше вот это световое окно, это шея, и вот этот вот, ну, над световым окном еще одна крыша, еще одна пирамидка устанавливается, это просто еще одна четырех, ну, или не обязательно там, как оно, господи, забыла слово, четвероскатная крыша, не обязательно четырехскадные, но в основном четырехскадные делают. Еще одно. Вот это получается, что голова, шея голова, и еще там устанавливается, в Индии есть такая традиция шиха, вот шиха, вот это вот хвостик, волос. Там устанавливается еще какой-то там знак, значок. Ну, они разные, знаки есть. Но это уже больше храмовая история, совершенно не про жилое состояние. В нашем случае, в упрощенной версии, достаточно применять пирамидальные крыши, достаточно. Потому что, в принципе, вот когда у вас бромостан, центральный сектор, потому что вот этот конек, он же в центре обычно, ну, чаще. Это вот и есть тот самый увеличенный бромостан, который еще как остреем движется вверху. Вот, в принципе, этого достаточно для того, чтобы в обычной жизни, житейской жизни, создать себе вот эту потенцию к развитию. Ну, то есть открыть себе этот канал, чтобы меньше было препятствий и трудностей. Мы через формы это все проявляем. В том числе и коррекция, это тоже проявление некой новой версии через формы, материалы, оформление и так далее. Вот. Глобально в идеале нужно сделать вот всю эту историю, всю эту конструкцию собрать. Но это не обязательно. Достаточно порой вот там в кровле сделать здесь вот световые окна или слуховые окна, ничего не называться, такие, знаете, открываются. И дать возможность энергии света, да, просто энергии света. Я уж не говорю о том тех энергиях, которые нам не видны, но это там нам видны энергии. Энергия света проникает в дом через центр. И, конечно же, в идеале освободить весь центр. Но тоже не обязательно. Вот. Поэтому, в принципе, вариант упрощенный сейчас чаще применять цвета, пирамидальная крыша, желательно несложной, несложной, как это многоскатные крыши, да, они бывают, несложной конструкции, чтобы не было много скатов разных, не создавать здравствую энергию. А как можно проще. Поэтому, насколько я знаю, у вас тут трактат их описывается. В основном берутся за основу четырех и двухскатные крыши. Вот. В принципе. И вполне этого достаточно. Конечно, когда идет слуховое окно, вот это световое окно, еще в этом месте делают отдельное помещение, бельведер называется. И создается вот эта голова, так скажем. Ну, это уже такая проекция божественного тела в большинстве дня. Конечно, история храмовая в большинстве дня. Но в домах это, я нечасто это такое встречала, и, по-моему, у меня среди проектов, по-моему, один всего лишь проект был, когда заказчик заказал вот эту полноценную версию. Но это нечто уже сродни с храмом, не всегда комфортно в таком жить. Но в целом, в целом, нет предела совершенства, и некомфортно это только поначалу, а потом привыкаешь, начинаешь чувствовать себя реально мощной личностью. Начинаешь это реально ощущать. Не просто там думать. Я там, наверное, творец. Но поначалу мы думаем, а как? Предполагаем. А ты реально начинаешь ощущать, и более того, вот так вот по щелчку начинаешь понимать многие вещи, что... Для меня это, кстати, очень даже шикарная история. Я очень сильно мечтала, чтобы у нас был хороший Бармонстан. Пока в квартире, дом у нас в процессе еще. Вот. Ну вот, я ощутила на себе, как многие вопросы стали находить ответы. Я же очень многовопросный человек. Я мучила всех своих учителей, которые были на моем пути. И некоторые вообще мне говорили, Люля, отстань, мы не знаем. И сама эти ответы отстань от нас. Ну вот я сейчас понимаю, что все ответы у меня в сердце есть. Я просто... Ну ты все делаешь для того, чтобы вернуть себе контакт со своей творящей частью, мудрой. И все. И пожалуйста, от этого получается вам интересно меня смотреть, потому что я что-то там знаю, да. А что я знаю? Я просто выбрала. Вспомните это все потихонечку и вам рассказываю. Че вспомнила, сразу рассказываю. Спасибо большое. Спасибо. Вас слушали? Да, я понимаю. В принципе, не надо это устанавливать. У нас крышка перехскатная. И просто мы ее там подправим, подремонтируем, подкрасим, и все будет нормально. Спасибо большое. В принципе, да. Чаще всего в проектах мы делали вот такая частая версия полного открытого Брамастана, двухэтажных зданий, когда идет... То есть, допустим, на первом этаже, понятно, там пол, на втором этаже в Брамастане нет пола, там идут ограждения второго этажа, да, там просто так же эфир. Дальше уходящее в крышу, в крыше делают сутовые окна вот эти вот, ну, слуховые. Не слуховые, слуховые нет, по-моему, нет. Слуховые – это когда выступ такой. Вот. И все. И, в принципе, когда встаешь вот в этот вот Брамастан, смотришь, поднимаешь голову в небо, и вот просто встаешь в телом, что там за вибрация, это настолько шикарная история, я вот даже словами не могу объяснить. Я пока в таком не живу, кстати говоря. Пока живут только мои клиенты. Ну, вот я сапожник без сапог. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Гульнаша, спасибо, что спросили, и, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы, ведь... Хорошо. И вам сейчас дают шансы, мы сами их не берем, вот я не зря про это. Шанс есть, надо брать. У меня нет шансов, и то я вырываю их зубами. А тут, пожалуйста, вот. А можно еще вопрос, если там нет желающих вам? Вот, как... Берите свое время. Как определить направление течения энергии в твоем доме? Какой именно энергии? О чем идет речь? Ну, вот, говорят, по спирали или против спирали? Вот это вот. Ну, это такая версия, я знаю, что за школу, ладно. Я антирекламу не делаю, потому что мне не платят за это. На самом деле, вот, если брать изначальную версию, которая для всех одинаковая, да, это движение идет по спирали, по часовой стрелке. Если брать северную полушарию, вот все, что мы с вами имеем в интернете, в основном, это все имеет отношение к северному полушарию, где у нас, естественно, движение идет по часовой стрелке. Да, есть решетка Хартмана, есть эти точки, ну, линии пересечения линии Хартмана. Они там, говорится, там какие-то неблагоприятные, всякие разные. Я понимаю, что вообще, когда идет пересечение каких-либо энергии, здесь идет сильное скопление энергии. Представляете, два канала пересеклись, и здесь они дублировались, они объединились, тут они по одному, а здесь двое. Конечно, там будет энергия мощнее, это естественно, для решеток, для сеток, вот энергетически. Соответственно, на Земле есть там геопатогенные зоны, все это, конечно, есть, но глобально северная полушария отличается от южного движением по часовой стрелке, а южно против. То есть относительно друг друга все правильно, да, эти два магнитных поля, северная и южная части тела, да, здесь все правильно, именно поэтому, ну, все соединено, все вместе, ничего не разлетается на части, и нас притягивают еще, чтобы мы ходили, чтобы не взлетали. То есть здесь все с магнитами в порядке, здесь все по-умному сделано, если что. Вот, поэтому, когда мы смотрим северное полушарие, то основной ориентир у нас глобальный, относительно всего полушария, это все-таки по часовой стрелке. Если вдруг встречаются геопатогенные зоны, а я считаю, что всякие блокированные сектора, можно их тоже назвать геопатогенные зоны, здесь тоже энергии идут, неестественно текут, с прерыванием, с каким-то торможением, где-то они вообще обрезаны. То есть вот была волна, допустим, какая-то часть вырезана, ее рубанули, эта струна, она оборвалась и все болтаются. Ну, допустим, если сравнение с инструментом взять. Понятно, что она уже не будет звучать, она оборвана, ее нужно восстановить. Хотя бы тонкий план для начала, потому что тонкий является материализацией будущего физического плана. Хотите вы, не хотите, мысли слова действия, механизм, я считаю, рабочий. Вот. Соответственно, вот, пожалуйста, часовая стрелка, она самая правильная. И вот я сколько смотрела, книг не так-то много, кстати, книг по вас. На русском вообще нет, кроме стопатии веды, это вот мой учитель, у него к архитектуре не совсем имеют отношение вообще. Ну, то есть они хорошие астрологи или там энергопрактики. Ну, вот все пытаются исследовать, они тоже исследуют. Я, в принципе, себя с ними ставлю на один уровень, а даже порой и выше, потому что у меня исследований больше. Вот. И, соответственно, даже вот все эти книги, пусть их там по пальцам посчитать, которые мне, ну, появились у меня благодаря кандидатской диссертации, они там завсюду их присылали, в том числе уже много дарья присылала мне. Ну, несколько редких изданий на английском естественном языке. Вот. Везде основной ориентир все-таки идет часовая стрелка, движение по часовой стрелке для северного полушария везде одинаково. Но вот эти разно-разно направленные потоки, это потоки сбитых энергии. Ну, как я их называю, сбитые ориентиры. Вот где сбитый ориентир, там может энергия потечь и как-то по-другому. А наша задача вернуть все в естественный ритм. Ну, в случае северного полушария по часовой стрелке. В случае южного против часовой стрелки. И там в южном оно переворачивается так. Зеркально еще и, ну, то есть, не просто отображаться, а еще и переворачиваться. То есть, если посмотреть картинку, оп, сюда. Вот там немножко все по-другому. Там у вас элемент огня будет вообще в другом месте. Воздух об одном и так далее. Ну, да. В целом по часовой стрелке. Я за это. И это, ну, по-моему, опровергнуть будет очень сложно. Если только это... Геопатогенозона не определяет суть, как это сказать, суть вещей. Она более локальная история, нежели глобальная. Глобальная по часовой. Локальная может пойти как-то иначе. Для нас она будет основной локальной. Ну, получается, у нас в любом доме, в любой квартире энергия течет по часовой и ничего не надо с ней делать. Правильно? А зачем с ней что-то делать? Нет. Если у вас где-то вот эти вот нарушения произошли, я сегодня про ум говорю, он впечатлился от чего-то и подумал, что это истина. Напустим, например, ну, любимая тема денежная. Деньги – это зло. Вот говорила бабушка, например, да, там бабушка говорила, внука-то в фонах слышала, слышала, тик, это ум говорит, ну, деньги злые, все, запоминает, захоронено и и живет дальше. Только видит деньги какие-то большие, о, пугается или там с богатыми людьми боится общаться, потому что это что-то про зло, вот эта вот вся история. Ну, я сейчас утрироваю историю эту. Вот и получается, что вот здесь можно сказать, что в секторе денежном, а их несколько, вот, будет скорее всего, если можно так сказать, некая гепатогенная зона. То есть энергия, естественно, не течет в ритм. Естественно, что такое? Естественно, счастье, изобилие, председание, долголетие, здоровье. Это естественно. Хотя говорят, что для счастья нужны усилия. Как раз я за то, что нет. Это естественное состояние души, когда душа входит сюда, в это тело, она пробует разные версии. Но для нее естественно, да, вот это естественное движение энергии. Поэтому, да, может там где-то что-то пошло не так, и может быть как раз ваш вопрос про то, что именно определяя вот эти блокированные сектора, мы понимаем, что здесь как раз энергия, вот не факт, что идет естественно. Вот ее будут здесь правильно. И мы ее при помощи коррекции как раз и запускаем. Все, теперь она пошла. Тяжесть добавили туда, куда надо, гирька повисла, она оттянула, здесь все закрутилось, все пошло как надо. А так как гирька висела сверху, давила механизм, то механизм пошел в обратную сторону. А что делать? Понятно. Например, если при помощи тяжести, ну, объектов тяжелых, ну и так далее. Спасибо большое. Мне очень нравится вот эта ваша фраза, мысль, слово, действие. Я ее, когда первый раз услышала, где-то, наверное, год назад, я несколько раз переслушивала ваши предыдущие и думаю, это же здорово, мысль, слово, действие. Так и надо жить. Спасибо. Мне очень нравится, да, очень простой механизм, но философски очень мощный. То есть я лучше найду, обязательно расскажу. Пока я не ушла. Спасибо большое. Спасибо, удачи вам. Спасибо вам за вопросы. Вот благодаря вам эфир сегодня тоже в том числе состоялся, благодаря вам, благодаря зрителям тоже. Ага, слышу. Кто, кто, что? Тати. О, Тати, дорогая, я знала, что ты всегда спасаешь эфиры. У тебя всегда есть вопрос. Да, в последнем месте. Да, я хотела сказать спасибо. Большое Гульнария, что она подняла вопрос. Я, к сожалению, пропадал связь, я не услышу, как называется стеклянная крыша, вот возвышение, про которую спрашиваю Гульнария. Как называется? По-моему, называется световое окно, потому что вот есть различие в архитектуре. Световое окно – это вот эти люки, да, или световое окно над крышей тоже, как световое окно, оно считается, когда вот подъем этот. А слуховое окно, по-моему, это когда скатная крыша поднимается вертикальная стена, и в нее ставится окно. Вот это, по-моему, называется слуховое, если я вот не путаю. Ну, хорошо, пусть будет световое, но вообще, в принципе, да, изучалась тема Брамастана, и вот это вот должно быть, по идее, вот площадь открыта, да, там, пирамидальная, если там будет, ну, потому что крыша и так далее. У меня почему-то всегда сразу вспоминался образ Лувра, вот это вот пирамидальное там вот это вот, это у них на самом деле вход. И пока сейчас был эфир, я наконец-то зашла просто хотя бы посмотреть план вот этой всей площади вот всего музея. И на самом деле именно вот, ну, если примерно прикинуть, то точка, к примеру, Бахмабинду, да, вот самая центральная, она свободна, а в одну сторону от нее идет как раз вот эта пирамида стеклянная, а в другую сторону идет небольшой там какой-то сад разбитый. Очень интересно, то есть я говорю, я не знаю, вот это всегда, когда понимался вопрос пирамидальной стеклянной крыши, ну, или вот небольшое отверстие в доме, мне всегда вспоминался именно вход в Лувре, вот эту стеклянную пирамиду, потому что мне было интересно, как так, почему так было задумано. На самом деле очень-очень интересно это почитать. Это первое. Второе, хотела сказать тебе спасибо за этот подарок. Я понимала, что я, если я захожу на эфир, то это не случайно, если я что-то для тебя услышу, то, что я постеснялась принять. Да, вот есть такое, как ты сказала, есть одни в одной группе, которым дают, но они принимают, а другим не дают, но они берут. Да, да. Спасибо в одной группе. Спасибо мысли, слова, действия, и Гульнара тоже это отметила. Это надо же записать. Каждый раз, когда я слышу, надо записать, потому что это действительно, это как мантра именно побуждающей действия, то есть не просто пребывать в знании и всё, а переводить на вот этот наш материальный метод. Да, да. Очень-очень ёмко, очень коротко, очень ёмко вот сформулирован сам по себе посыл. Вот, так что вот спасибо тебе большое. Благодарю тебя, дорогая моя, благодарю. Жду, жду тебя, твоих результатов на втором номере. Юля, здравствуйте. Да, да, всё, благодарю, Татья, слушаю. Так. Юля, здравствуйте. Галина, да, здравствуйте, вы успеваете. Можно? Да, да, немножко прерывается, я, может быть, не расслышала что-то. Юля, вопрос на который... Галя прерывается у вас. Вопрос... Очень хочу ответить, но прерывается. Может быть, у вас что-то со связью? Если не получается, напишите вопрос. Угольные формы. Не понимаю, Галя. Галя, я не понимаю. У меня рвутся слова. Алло, слышно меня? Ну-ка, сейчас скажите. Алло. Да, да, вот сейчас. Алло, слышно теперь? Теперь вроде бы слышно. Давайте пробуем вопрос снова. Юля, если квартира прямоугольная, то северо-восточная ось, конечно же, не попадает в угол. И что в этом случае важнее? Северо-восточная ось или северо-восточный угол квартиры? Северо... Ну, тут это то же самое, что важнее, зрение или слух, да? С трудом я смогу ответить, если по важности. Всё, это важно. Но на самом деле, когда прямоугольная форма, естественно, это же геометрия, тут пространство расходится, расширяется, и у нас прямоугольники, допустим, первоэлементов, они расширяются, и ось не всегда попадёт прямо в центр. Но это нормально-то. Здесь учитывается и то, и то, фактически. Вот глобально, когда мы смотрим ось, мы там, допустим, тему туалета взять, то туалеты на оси не ставятся, даже если запад у вас. Желательно, да? Какие-то такие суперобъекты, типа вода, там, раковина, ну, или конкретно вот где идёт, вода течёт, или плита, по оси не ставятся. Но при этом точно так же плита, если она по оси не ставится, то она в северо-восточной тоже желательно не должна ставиться. То есть тут равнозначно, как будто бы мы так не выделили, что это важнее, это не важнее. В целом, если у вас конкретнее есть вопросы, я вот... Ну, вот просто объясняю. Я так радовалась, когда составила свою карту. И оказалось, что у меня северо-восточный угол практически свободен. И тут я недавно смотрю и обнаруживаю, что у меня как раз на северо-восточной оси, не в углу, а прямо на оси стоит тяжёлый платяной шкаф в спальне. И вот я теперь думаю, куда его тащить, потому что либо в угол, либо на ось. И то, и другое печально. Если, да, тогда вот этот конкретный вопрос, более конкретный ответ сейчас я скажу. Если у нас получается такая ситуация, когда вот просто, допустим, просто северо-восточный сектор, только он подходит под шкаф и больше нет никаких версий, например, да, вот такая история. И здесь вопрос, на оси или сдвинуть куда-то, но всё равно на северо-востоке останется. Тогда вопрос, вернее, вопрос, ответ простой. Тогда сдвигаем куда-либо, лишь бы не на оси тогда стоял. Если вообще нет других вариантов, потому что ось, ну, это прям вот как вот артерия, да, вот она перекрывается. Конечно, чем сильнее мы перекрыли артерию, тем больше вероятности, что здесь энергия течёт с задержками или там, ну, как не знаю, не течёт, а капает по чуть-чуть, да. Понятно. А голова во ступоруши? Задавлю, не задавлю? Бедняжку. Самое главное, Галь, что я хочу сказать, это, ладно, там какой-то во ступоруша, хрен с него головой. Это же, да? Чё там во ступоруши, ну, постоит на башке со шкафом, ничего страшного с ним не случится. Не такое выдерживаю. Но на самом деле, глобально-то, это же проекция нас, проекция нашего, нашей головы, насколько мы, есть у нас привычка, вот этот геморрой, вот этот в голове всё время мысли, тяжёлые переживания, вот это всё, а вдруг, а вдруг, а если вдруг, а если не получится, а вот, а вот что он сказал, а что хотел, и вот это всё, такая вот умственная жвачка, вот эта тяжесть, это как раз есть тяжёлые объекты, которые утяжеляют этот сектор. И в идеале, конечно, в нашей голове, зачем эта тяжесть? Кому-то она нужна, она опыт жизненный даёт, помогает преодолевать трудности, если есть такая задача. Но я за то, чтобы не заморачиваться на то, чтобы преодолевать трудности и получать опыт, или просто из сердца доставать это знание, и, в общем, без каких-то трудностей. Каждый выбирает по-своему. Но когда в северо-восточном секторе на голове, на проекции нашей головы находится тяжесть, то, соответственно, это определённым образом проявляется в нашей психике. Мы менее гибкие, например, к изменению, у нас меньше есть понимание, что я достоин там изобилия того же самого, удачи, здоровья. У нас постоянно тяжёлые мысли, переживания, депрессивные какие-то состояния. Всё, что нас утяжеляет, оно определённым образом у нас проявляется. Не обязательно одинаково у всех. Но определённым образом всё равно вот эта тяжесть, она мешает нам более широко мыслить, более легко позволить себе взять и, не знаю, переехать. Или взять и там потратить последние три тысячи на себе на платье. И быть в доверии к этому миру. Как здесь в доверии, если там вот целый шкаф в этих всяких установок в уме. Он там себе накопил, всё наскладывал, вот так вот всё аккуратненько. Это мне всё пригодится. Туда не ходи, там голову потеряешь, сюда не ходи, коня потеряешь. И сидишь и думаешь, куда ходить-то вообще? И вот эти установки, они очень часто проявляются в виде разных объектов. Ну вот объекты мебели, они как подсказки такие, флажочек. О, у тебя вот здесь вот заморочек много. Либо убрать совсем эти заморочки, переместить этот объект за пределы этого сектора. Либо почистить заморочки, убрать половину оттуда. Почистить, освободить этот шкаф от тяжести. В общем, вариаций очень много, как можно облегчить себе счастливое существование. Галина, я ответила? Нет? Да, спасибо, благодарю. В любом случае, я за то, что если нет возможности что-то кардинально изменить в своей жизни, это не означает, что не нужно ничего менять. Это означает, если сейчас я не могу вообще переместить шкаф в соси, я беру его просто, освобождаю от всякой фигни. Сажусь, перебираю весь шкаф, убираю, что нужно, что не нужно. Что-то, может быть, откладываю в какой-то другой шкаф, по-любому у меня еще какой-то есть, или комод где-то стоит. Я освобождаю, то есть глобально я беру и на тонком плане разгружаю свой мозг от лишнего. Ведь когда вы зайдете в свой, посмотрите шкаф, не только вы, в принципе, мы, да, люди, то мы увидим, что там процентов, ну, в лучшем случае, 10 не нужно, ой, в худшем случае, а в лучшем все 50 не нужны вообще. И вот эта разгрузка, она дает результат. Если я могу физически передвинуть, то желательно передвинуть и вообще с головой выступающей, если вы, ну, корректно схему построили, может, там не на голове. Вот. Соответственно, все, мы смотрим. Из возможного, что я сейчас могу сделать? Нет такого, что вот ничего не могу, даже шкаф почистить не могу. Ну, такого не бывает. Перебрать шкаф, да не бывает такого. Вот в это я не верю. Вопрос, если я ищу себе отговор, ничего не делать, я их, конечно, найду. Но я за то, что если я не могу передвинуть ни с оси, ни с головой выступать, что я просто стараюсь высвободить энергию, создать в этом, ну, объекте, в этом месте более такое, ну, больше свободы движения энергии, свободы мышления фактически себе, да, добавить, свободу мышления себе. И когда я добавляю себе свободу мышления, я удивительным образом начинаю замечать, что я как-то шире смотрю на жизнь. У меня как-то меньше зацепок за всякие там программы эти. Я гораздо объемнее вижу какие-то вещи, истории. У меня больше не, я не сваливаюсь там в какие-то депрессии за, казалось бы, костяковой историей, которая раньше казалась очень даже не костяковой. Не зря я про унтры начала говорить сегодня с утра. Ой, с утра говорю в начале. Поэтому любая коррекция, любая коррекция, какая только возможно, она, ее просто нужно сделать, потому что глобально это вы сейчас что-то делаете для своего внутреннего мира, для себя любимого, что сделает вас легче, объемнее, счастливее, здоровее, здоровее и так далее. Все, что можно, то и делаете. Я за то, чтобы лучше отказаться от глобальных изменений в пользу мелких деталей, мелких изменений, чем вообще ничего не сделать. Как вам это отзывается? Стараюсь. Стараюсь все, что могу. Меняю мышление. Вдохновляюсь вами. Ну вот, вы уже молодец. Мы с вами уже общаемся на равных. Разве это не изменение? Да супер вообще. Ну что, Галя, тоже вас благодарю за вопрос. Благодарю всех за сегодняшний эфир. Обязательно запись сохраню. Загружу в YouTube, скину вам сюда ссылку, чтобы вам вдруг уведомления не приходят. Что касается обучения, если вдруг возникла у вас идея, пишите. Я с радостью отвечу. Если нужно созвониться, я с радостью созвонюсь и пообщаюсь, отвечу на ваши вопросы. Я человек очень гибкий, знаете это. И в том числе в финансовом смысле я очень гибкий человек. И бывает такое, что когда группа набирается, я спокойно могу себе взять и одного человека совершенно безоплатно. То есть я могу себе это позволить, потому что есть такое, что бывает у людей. Я хитрых чувствую сразу, а бывает у людей на самом деле. Вот кровь из носа хочется это понять, но нет возможности. И это видно, с человеком общаюсь с ним. Поэтому да, я за то, что предоставлять вам возможности, а ваша ответственность воспользоваться или нет, тоже вы сами выбираете. Всех благодарю, всех с прошедшими праздниками. Если у вас возникли какие-то темы для эфиров, пожалуйста, закидывайте сюда в чат. Я буду благодарна, потому что я иногда не понимаю, что вам нужно рассказать. И даже не могу иногда понять, что спросить. На какую тему вас поспрашать. Поэтому буду благодарна за вашу тему. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok